Видеокурс «Как эффективно работать на мешках». Узнай убойные комбинации, улучши свою физуху бойца, а также узнай, как можно развивать бойцовский IQ. Ссылка в описании под видео. Привет, бойцы! С вами проект мой от ICK, я Варченко Виталий. Сегодня у нас будет очень интересное и занимательное видео. Судя по комментариям в интернете под боями разных бойцов, создается впечатление, что 80% людей – это великие чемпионы мира. Но самое интересное то, что некоторые из них действительно в это верят и вызывают на бой профессиональных бойцов. А начнем мы нашу подборочку с клипа в фильме «Придурки», который многие из вас видели, где вот этот актер, конечно, в целях, так сказать, фильма, провокации, вызвал на бой Батерпина. Это очень хороший боец из старой школы. Бой у них произошел прямо в магазине одежды. И, как вы видите, все это закончилось очень весело. Но Батерпину было не весело, так как перед этим вызовом последовала серия нелестных отзывов о нем. Он даже дал один раз ударить себя. Но после этого хорошенько приложился пару раз. И человек с улицы, не имеющий понятия вообще о боксе, конечно, ощутил на себе, что такие вызовы лучше больше не делать. И для него этот фильм закончился раньше времени. Следующий бой у нас произошел, как обычно, по пьяни под влиянием алкоголя в великой стране Тайландии, да, в котором в каждом баре, в каждом поселке есть бойцы и проводятся бои о Муай-Тай. И причем в этих боях очень часто каждый желающий из зала может выйти в ринг и сразиться с бойцом, который находится там в ринге на данный момент. И этот паренек, конечно, перед этим хорошо выпивший, наверное, решил поддануться перед друзьями. Он, наверное, решил, что это все показуха, это растлинг какой-то и вышел в ринг. Но Тайландии был настроен очень серьезно. Для него это было оскорблением, когда такие ребята выходят с хихиха-ха. И он сразу начал, конечно, голову не отбивать, а решил показать силу удара и начал с лоу-киков. Ну, как видите, американский пьяный парень опустил руки и говорит, что происходит, ребята. Я думал, это шоу. Но Тайц на это не сильно среагировал. Еще зарядил два раза в голову. После чего американец выбежал с ринга, сопровождая поджопниками от Тайца. Поэтому будьте с водочкой осторожнее. На восьмом месте у нас фан, который вызвал на бой профессионального бойца ММА Джоша Кучика. Это профессиональный ММашный боец очень хорошего уровня. Этот фан написал про него очень в Твиттере, да, обменивался в соцсетях, про него очень нелестным отзывом и сказал, что я тебе покажу, что такое бои. Ты что-то сдал в последнее время. И они зашли в ринг. Планировался предварительно один раунд, но все закончилось болевым на руку. И фан сказал, давай сделаем три боя, как бы продолжим наш раунд. Но сразу же второй раунд начался с хорошей плюхи хайкиком в голову. После чего у фана уже желание особо не появлялось продолжать этот бой. И в принципе за свои слова он был наказан. После чего еще последовало пару хороших ударов руками. И Кучику было довольно не смешно и не весело. И как говорится, за слова нужно отвечать. И в партнере он делал все, что хотел с этим фаном. Поэтому, ребята, как бы хочется предупредить желающих писать веселые комментарии, что возможно придет время, когда за них нужно будет ответить в ринге. Поэтому думайте перед тем, как критиковать. Следующий бой у нас это бой между бодибилдером, здоровым, красивым парнем, с выбритым телом. Все как положено. Линии в бикини соблюдаем. Качки, в общем, все знают, понимают. Он вызвал сам на бой черного пояса по джиу-джитсу. И решил за счет своей массы, естественно, он был больше в два раза. И он думал, что за счет своей массы он сможет быстро закончить этот бой. Черный пояс сначала обрабатывал ноги. Конечно, он боялся. Определенно видно, что техника у джиу-джитсу, соответственно, ударная техника довольно низкого уровня. Но бодибилдер сам его перевел в партер. Наверное, он не понимает, что джиу-джитсу это и есть партер. И джиу-джитсеры это, можно сказать, боги партера, да, особенно на болевых приемах. И здесь он думал за счет своей массы, за счет своей силы просто перебороть. Но, конечно же, боец джиу-джитсу он это все дело чувствует, знает. И четко вышел на болевой на руку, чем, собственно, и закончил этот веселый поединок. Ну, конечно же, все закончилось в сторону бойца. Бодибилдер сдался, окровавленным ушел с поля боя. И следующий бой у нас между бойцом ММА, который провел более 50 профессиональных боев и около 40 из них выиграл, и фаном, который прямо вызвал его на бой. То есть в соцсетях написал ты, слабачок, ну, мягко говоря, давай выйдем с тобой в бой. Фан на данный момент в белых шортах, да, подкачанный здоровый парень, который явно килограмм на 10-15 больше. С хорошей техникой рук. Видно, что у него есть какая-то школа бокса. После нескольких минут в стойке, соответственно, конечно же, боец ММА решил все это дело перевести в партер, так как понимая, что в стойке с таким здоровенным качком особо делать нечего. Ему это удалось, поджав к стеночке, перевод в партер и жесткая работа на добивании локтями. Очень жестко, сурово. Никакой пощады. Но в Мерси, да, и прибежали уже с зала тренировочные напарники. Его просто оттянули, чтобы он не убивал. Опять-таки, скажем так, за слова. Следующий бой у нас между великим чемпионом, легендой Май Тай, Буакавом, и абсолютным новичком, который за деньги предложил Буакаву хорошие деньги и сам организовал этот бой. Буакав, конечно, вышел на бой, наверное, в недоумении. Он не знал, что ожидать от этого парня. Я, кстати, делал видеообзор на этот бой. Он будет в подсказках. Сначала Буакав пытался работать более-менее хорошо. Скажем так, прощупывать ситуацию. Ну, как обычно, первый раунд разведки. Но после того, как он получил три удара от японца, все стало понятно. И Буакав расслабленно и весело просто уже делал, что хотел. Показывал шоу. Специально пил ногами выше головы, пил по защите. Ну, в общем, пытался как-то не убить этого новичка и дать ему немножко поработать и почувствовать себя профессиональным бойцом. Но это ему не сильно удалось, конечно, так как во втором раунде китаец полностью-полностью сдох и уже падал от любых тычков. Итак, следующий бой у нас между Нейтом Диасом. Но Нейт, которого все знают по ММА. Да, он сражался с Макгрегором. Но в то время, когда этот бой был, Нейту было всего 17 лет. Он был никому неизвестным пареньком. И его вызвал на бой Роберт Лимон. Я так понимаю, это была встреча между школами. И, знаете, я спредставлял Грейси, пил джицеры, все знают, кто такая семья Грейси, борцы. Но, как видите, его противник Лимон уже в годах мужичок с опытом. Но, как это правило, такие не ММА. Удары в голову разрешены у них ладошками. Только в основном это борьба. В принципе, шансы одинаковые. Но, даже глядя со стороны, у взрослого дядьки, конечно, больше вариантов и возможностей. Он и тяжелее, и посильнее, и уже сформированный. Но Нейт молодец. Вышел из утушающего захвата. Занял полный маунт. И начал обстреливать ладошками своего оппонента. И потом четко вышел болевым на руку. Вот так вот взрослый дядька хотел надавать лещей сопляку, и не получил. Следующий бой у нас между легендой бокса Роем Джонсом. В свои 47 лет Рой объявил такой конкурс. И был готов сразиться с любым фаном за 100 тысяч долларов. Если тот его победит. На это откликнулось очень много фанов. И повезло или не повезло представителю ММА Филлипсу. Он занимался ММА. Конечно, техникой бокса он владел ровно настолько, насколько нужно это для смешанных единоборств. Ну, все-таки, наверное, думал, что это ему хматит для победы над старичком. Но Джонс сразу в первом раунде провел свою фирменную комбинацию. Правый, прямой, левый сбоку отправил в стоящий нокдаун Филлипса. Ну, а во втором раунде уже обработал печень. И дальше, навстречу, правым через руку просто выключил его. Наверное, Филлипс такого развития событий не ожидал, но это не ММА. Одним словом. Следующий бой против великого ниндзя, как он сам себя провозгласил, вернее, великий ниндзя, вызвал на бой Доминика Круза. Кто следит за ММА, UFC знает, что это один из топовых бойцов UFC. Но наш ниндзя, проповедующий ниндзюцу, великий смертельный стиль, сразу начал с высоких ударов ногами, но Доминик Круз не стал с ним долго играться и смотреть на его прыжки и сальто, а сразу прошел в ноги и перевел в партер. Ну, в партере, конечно, ниндзи, наверное, мало что умеют, так как они обычно всех убивают на расстоянии с смертельным прикосновением. Поэтому Круз делал, что хотел и просто забрав доминирующую позицию, обрабатывал голову ударами рук, чего, в принципе, в такой ситуации вполне достаточно. Ну и после двух хороших пропущенных ударов ниндзя сдался. Но этого как бы было маловато ему, и он решил провести второй раунд, ну, уже без партера. И Круз согласился поработать в стоечке, работая на нырках. Дал сначала правую голову, потом достал хайкиком, а потом уже начал гонять его по клетке и ниндзя просто сдался. И последний завершающий у нас бой – это бой Майки Гарсии, величайшего бойца, четырехкратного чемпиона мира, топового бойца, который здесь дрался и с Мэнни Пакьяо, с Мэйвезером. И опять-таки, в соцсетях на него очень грубо и нехорошо написал вот этот вот дядька, здоровенный кабанчик, килограмм на 20-30 тяжелее Гарсии, очень нехорошо про него писал, и в итоге попал к нему в зал, решил выйти в ринг. Я не знаю, зачем это нужно людям, для собственного пиара, или для того, чтобы потом детям рассказывать, что я боксировал с Майки Гарсией, но получить за это 100% придется. Майки сразу начал обрабатывать уклончика, все ему было очень легко и просто, абсолютно этот фан в джинсах не представлял никакой угрозы, никакой он был боксер, видно, что школа бокса у него – это два месяца тренировок в пятом классе, поэтому чемпиону мира ничего не предоставляло сложности, он начал всаживать уже жесткие удары через пару минут боя, учитывая даже то, что они работали в хороших тренировочных шлемах, правый прямой достигающей цели отправил его в нокаут. Поэтому следи за тем, что пишешь в комментах, подписывайся на канал, ставь лайк и делись этим видео с друзьями, и не забудь нажать колокольчик. До встречи в новых видеообзорах и видеоуроках. Настойчивости трениров.